Та-дам! Надеюсь, вам что-то видно. Урова! Приличное количество вагонов-то. Ну, оцените колорит. Как вам размерчик? Давайте посмотрим внутри. Здорово, путешественники! Поздняя осень. Идеальное время для посещения настоящей глуши. Лес уже сбросил свою листву, и, может быть, мы увидим хотя бы какие-нибудь остатки от огромной межрегиональной узкоколейной железной дороги, которая соединяла Рязань и Владимир. Но поскольку участок до Владимира от поселка Тума был разобран достаточно быстро, в году это к 1924, конечно же, узкоколейка эта называется Тумская. Строительство участка Рязань-Тума было завершено в 1898 году. И тут же было принято решение о продлении участка до Владимира. Спустя 3-4 года дело было сделано. И общая длина магистрали составляла 211 километров. И это на самое начало 20-го века. Представляете? Дорога имела очень важное значение также и для грузовых перевозок. По ней возили лес, потом торф, ну это где-то с 50-х, а еще хлопок в ватные мастерские в Спасклепике. Где-то в 1924 году участок Тума-Владимир был перешит на широкую колею. Собственно, он существует и здравствует и сейчас, и сегодня относится к Горьковской железной дороге. Также в 20-е годы был построен интересный участок от Гуреевского до Головановой дачи. Настоящая глушь обязательно посетим. В 60-е годы на дорогу поступили мощные магистральные тепловозы Ту-2. А паровозы начали сдавать эстафету. Что примечательно, на участке Владимир-Тума паровозы проработали намного дольше, аж до 78-го года. А сейчас мы находимся в месте, где предположительно была начальная точка, отправная точка узкоколейки от станции Рязань. Называлась она Рязань-Пристань. А дело тут вон в чем. Там за деревьями слышен гул города. Там расположена Рязань. Мы на левом, на другом берегу, через реку Ака. Собственно, вот она и протекает. Также вон там... Сейчас подойдем. Вон там видно место впадения реки Трубеж. Собственно, здесь когда-то и была узкоколейная железная дорога. Вот эта пунктирная линия, это ее бывшая трасса. А станции здесь напоминает приблизительно ничего. Единственное, вот много очень щебенки, такого неестественного для этих мест материала. А переправляли все эти грузы через реку на вначале плотах-паромах. Потом сделали понтонный мост. Зимой это была ледовая переправа. И все это безобразие продолжалось до 1972 года. Тогда был рядышком здесь открыт автомобильный мост. Да, значение узкоколейки уменьшилось. Однако по ней продолжали возить грузы, которые никто не отменял. А еще курсировал интересный специальный поезд. Вагон-лавка. Знаете, как автолавка? Вот газелька приезжает в деревню, открывает сзади борта. И мужичок торгует из кузова. То же самое, только вагон. Однако в середине 90-х участок от Пилева до Рязани пристани был разобран. И от станции здесь не осталось ничего. Уже ничего не напоминает о том, что четверть века назад, а может даже уже чуть побольше, здесь была небольшая узкоколейная, но железнодорожная станция. И если постараться, можно, можно еще найти, как приблизительно здесь проходила трасса. Потому что берег достаточно крутой. Однако вот здесь широкая площадка. И она идет вот туда, уходя плавно влево, в левую кривую. Собственно, на картах узкоколейка шла по точно такой же трассе. Конечно, наивно полагать, что мы здесь что-то с вами найдем. Тут даже если и были шпалы, ну, за четверть века они уже плотно ушли в землю. Растворились в ней, разложились, перегнили. Ну, хотя вот здесь какие-то видны ямы, какие-то рельефы, как будто что-то пытались выгрызать. Сложно сказать. А еще эти места облюбовали коровы. Курова. А, курова? Курова. Братцы, похоже, мы были в нужном месте. Значит, мы снимали с вами сейчас там. Я ехал по той дороге слева направо и свернул сюда, чтобы посмотреть место, где якобы была переправа. И что я вижу здесь? Лес молоднячок. Здесь как будто какая-то насыпь. И самое главное, на асфальте, вы посмотрите, напоминает бывший переезд, с которого выдернули рельсы? Ох, как напоминает. Как раз идет параллельно дороге и уходит куда-то туда, левее. Ну, а тут поле, оно на рельеф не особо богато, площадка. Поэтому путь мог идти как угодно. Не уверен, не уверен, прямо скажу. Специалисты, пишите в комментариях. Но очень похоже, ну, прям вот очень похоже, что да, вот как раз колея пошла туда. А на этом пятачке чистоты и порядка когда-то толпились очереди, желающих попасть на паромную переправу, которая находилась прямо за этими кустами. Пойдемте полюбуемся на реку Ока возле Рязани. Вот, братцы, здесь располагалась переправа. Это понтоны, привязанные с одной стороны. И интересная особенность, река-то судоходная. А мост понтонный, он же невысокий, он все перекрывает. Так, в общем, к нему был привязан катер, который отходил по течению. Судно проходило, и катер обратно этот понтон надвигал. Здесь он накрепился, даже остались, смотрите, остался канат. Мощный канат, кстати. И стальной тоже. И такой узлы еще, когда же его завязали, интересно. Ну и, конечно, вот эти столбы опоры. Очень мощное течение, очень мощное. Вот, посмотрите, я надеюсь, вам все видно. Да, как горная река Дагестана. Отъехал совсем чуть-чуть. И вот очень похожее место, вот я тут в поле выехал. Значит, либо где я стою, вот здесь вот непокошено, тоже как будто такая призма. Либо там, у дороги. Но, скорее всего, даже вплотную к дороге. Там прям очень четкая, выражена горизонтальная часть, на которой вполне могло располагаться верхнее строение пути. Ну вот даже, чтобы не соврать, вот я иду. Посмотрите, как резко вверх. Оп-оп-оп. И вот она дорога. Слишком большая обочина, вам так не кажется? А под подвижной состав похоже. Ну или там, тоже видите, сразу после этой маленькой канавки, прям как для водоотвода, как специально. Раз, и как будто там пути шли. Сейчас, конечно, можно только предполагать и угадывать. Ну, на телефоне там, да, карты ОСМ-Энд. Есть слой Open Railway Map. Есть даже сайт такой, там все железные дороги мира. Интересно, кстати, откуда они информацию берут. И там указано, что да, здесь параллельно этой дороге шла когда-то Тумская узкоколейка. Ссылочку на сайт я оставлю в описании, можете сами посмотреть. А сейчас, когда ты уже, надеюсь, нажал на кнопку подписаться на канал, поставил колокольчик, чтобы ничего не пропускать, мы отправляемся в настоящий углушь. И начнем мы с поселка Приозерный, где располагалась узкоколейка Солодчинского торфопредприятия, имеющая весьма необычную историю. Едем, братцы, дальше. Вот, согласно карте, рядом шла узкоколейка. Ну и, в принципе, угадывается, угадывается ее насыпь. Вон канавка, и вот она сейчас чуть выше. Там даже шпалы торчат выкорчеванные. Это определенно оно. Вот дорога, вот здесь начинается насыпь. Собственно, вот она, призма, я на ней. Кто не верит, кто скажет, что ой, какое дерево здоровое, да ты чё. Ну, вообще-то четверть века прошло, и оно вполне могло вымахать. Но я думаю, вот такой довод убедит всех. Та-дам! Та-дам! Остатки узкоколейки. Так-так-так-так-так-так. Ну и вот где-то здесь заканчивается вот такая вот шпалка. Так что, да, как раз посередине насыпи она осью своей расположена, поперечной. Ну, понятно, что тут ни костылей, ни накладок уже ничего нету. Такие вещи все, конечно же, снимаются достаточно быстро. Но факт остается фактом. Вот тут еще одна шпала. О, пожалуйста. И так вот эта линия шла. Очень хорошо видна насыпь. А здесь ручеек. Наверное, был когда-то мостик. Ну, логично. Была бы насыпь и труба, она бы осталась. Значит, был мост. И вот она дальше идет, идет, идет. И упирается в строительный рынок. Прям видно, на каком она возвышении. Собственно, после разбора узкоколейки, производство ни разу не встало. Все здесь живее всех живых. Трактора старые, новые, отечественные, иностранные. Все есть. Предприятие живет и дышит. Бункер для торфа. Есть остатки Советского Союза. Прикольные решеточки. Раньше делали вроде полка. Стиль. Верстак на века. Металл. И вот такой сверлильный станок. Как вам размерчик? На века. А как вам такие тисочки? Такой трушный размерчик. Естественно, стены покрашены. Ну, как в 70-х. И вот это мощное точило. Не удивлюсь, если этот диск еще с годов производства самого станка. Конечно, тут заводскую табличку найти вряд ли получится. Скорее всего, вот она. Как будто 67-й. Может быть, может быть. В общем, техническая оснастка здесь имеется. Очень даже. Ну, а там подсобная комната. А вот и наши бедные остатки. От узкоколейки. Линия шла туда. Всего-то 2,800 она была. Да, 2,800. Один разъездик там был. Ну, и я так полагаю, здесь второй. Что осталось? Тушестья, да снега чист. Вот немножечко путей можно найти. Через них ездят трактора. Пути, соответственно, не мешают. Они шли туда. Там наверху разгрузка эстакада. Вагоны все порезаны. А вот эти вот ребята остались на вечной стоянке. На вечном приколе. Давайте посмотрим внутри. Кстати, достаточно комплектные все крылья, тяги, дверка. А дверка тут заварена, что ли? Интересно, на разных путях стоят. Друзья, кто уже какое-то время смотрит мой канал, уже видел, что такое снегоочиститель изнутри, уже знает, для чего вот эти вот штуки, для чего вот эти. Для, так сказать, новоприбывших расскажу. Эти вот огромные рули колеса, они открывают боковые крылья снегоочистителя. Вот тут за мхом видно. Вот это крыло. Оно очищает путь сбоку. А вниз, по ходу движения, очищает путь нож, который опускается с помощью вот этого привода. И этот огромный противовес делает эту работу, в принципе, возможной человеку, мускулом, так сказать. Вот. Также здесь печка-буржуйка, потому что, да потому что холодно зимою. А эта техника не самоходная, она цепляется к тепловозу. Так что снегочист вообще вполне себе живой. Даже вот я его трясу, и вот он немножко ходит ходуном. Амортизация. Конечно, было бы очень круто когда-нибудь прокатиться на снегочистителе. Зимой здесь тепло, лес, узкоколейку не видать, все в ровном слое снега, только следы диких зверей иногда пересекают стальные нити. Красота! И забавно, что здесь, ну, такое, типа двойное стекло. Северный вариант. Второй, бедолага, Ту-6А. Номер напишу, посмотрю в интернетах. Тоже вполне комплектный. О, ничего себе! Вот это, кстати, редкость. Даже табличка с номером 2917. Техника комплектная, ребят, техника комплектная. Вот, посмотрите, раздатка висит, карданы, стекла, все прям в очень хорошем сохране. Кабина под замком. Ну, здесь все можно посмотреть через стекла. Надеюсь, вам что-то видно. Там даже игрушка на пульте осталась. Абсолютно комплектный тепловоз. На все 100%. Все краны, все на месте. Приятно такую технику видеть. Очень приятно. Здесь сидушечка и калорифер. Да, к сожалению, против солнца вряд ли что-то там нормально можно увидеть. Сиротливая шпалка валяется рядышком. Кстати, видно, вот какая накладочка была. Небольшая. И вот два путя идут. А как далеко они идут? Давайте посмотрим. Очень уж любопытно. Так, здесь еще одна стрелка. Так, а здесь здесь как будто бы была лебедка. Да, очень похоже на привод лебедки. Но это ладно. стрелка, которая ведет уже по ходу в никуда. Да, так оно и есть. Здесь пути заканчиваются отвалом грунта, торфа, досок. Когда делали отвал, даже рельс загнули. Ну, что поделать? Узкоколейка это прежде всего рабочий инструмент, а не какой-то не какая-то субстанция, которую надо содержать только для того, чтобы она была. Он тоже рельсик валяется. Печаль. Но такова жизнь, как говорится. Поселок Приозерный. В нем располагается Солочинское торфпредприятие, которое было основано в наши любимые прогрессивные 50-е года, когда вся страна испытывала максимальный подъем производства, максимальный подъем технологий, максимальное развитие промышленности. Так вот, в этом поселке организовали Солочинское торфпредприятие. Возили, как несложно догадаться, торф и построили небольшую узкоколейку. Ну, тут поля совсем рядом от поселка, ну, длина километра три. Так она все и возила до 90-х годов. Классика жанра. Участок Рязань-Пристань-Пилева был разобран, узкоколейка оказалась отрезана от сети, а она имела непосредственную двумя остальными нитями с тумской узкоколейкой. Я ее все-таки буду называть не Рязанна Владимирская, а тумская, так как большую часть своей истории она доходила только до Тумы. 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 Так вот, линия осталась отрезана. Какое-то время локальная вывозка торфа еще производилась. Привозили сюда, разгружали вагоны. Вон, похоже, там был перегруз уже в сам завод из вагонов. Бункер, так сказать. Сходим, посмотрим. Ну а потом в 95-м умные головы посчитали, что нецелесообразно. И все это дело разобрали. Весь подвижной состав попилили. Вывозка торфа при этом продолжалась производиться, но использовали автотранспорт. Спойлер, как и сейчас. Но внезапный кульбит произошел в 2010-м году. Руководство торф-предприятия решило, что в 95-м году все-таки произошла ошибка и надо бы дорогу восстанавливать. Сказано, сделано. В 11-м году дорога была восстановлена. Ее длина составляла где-то 2,8 км. Путевое развитие в дальней части представляло собой всего один разъезд. Подать вагоны под погрузку, забрать груженые. Самоходный подвижной состав был передан из соседней баллони. Это тепловоз Ту-6А и две самоходные автоматрицы электростанции СУ-2А. Одна СУ-шка и ее кузов валяется там, другая СУ-шка ушла в какую-то частную коллекцию. Кто-то ее купил в какой-то музей. А Ту-6А до сих пор здесь и обитает. Комплектный, в хорошем состоянии, несмотря на немножко удручающий внешний вид. Так же, как и снегоочиститель, техника более чем живая. Однако, путь, который уходил в леса, уже разобран. вновь перешли на вывозку торфа автотранспортом. что поделать? Я думаю, здесь вопрос чисто экономической целесообразности. И если так сделали, ну, ребят, наверное, людям виднее, и оно так действительно нужно. Как считаете? Пишите в комментарии. Итак, вагоны с торфом приезжают на предприятие. И что с ними надо сделать? Правильно. их надо разгрузить. И вот по такому наклонному вверх пути вагоны подаются вон туда. Там происходит их разгрузка. Я не знаю, какие здесь именно вагоны эксплуатировались. Рискну предположить, что обычные ТСВшки, у которых люки снизу. Да, да, да. Это уже знакомая нам конструкция. Видите вот эти две рагулины? Привет кушаверскому торф предприятию. И, кстати, его классным руководителям. Там тоже самое. Вагоны подаются под разгрузку торф. Ух, какая красота. Вы посмотрите. Вот в эти бункера торф искидывался вон туда вниз. Значит, вагоны сюда подавались лебедкой. Потому что здесь не очень удобно. И, наверное, из-за того, что пожароопасно все-таки. Торф это же топливо, это легко воспламеняющийся материал. Но, по крайней мере, отсюда можно очень хорошо рассмотреть валик лебедки. Троса на нем нет. Зато, я надеюсь, вам видно. Зато остался гигантский электродвигатель. Огромный просто. И мощный редуктор. Ну, естественно, на понижение. Сами понимаете. Незамысловатый пульт управления. Открываю от ключи от сети. Год, конечно же, не посмотреть. Так вот, вагоны лебедкой подавались сюда. У них открывались борта. Торф попадал вон туда. А здесь, видите, наклонные стенки вниз. И попадал в бункер. После чего порожние вагоны, не закрывая люки, вывозили обратно. А люки закрывались вот как раз теми двумя боковыми конструкциями. Как-то оно так все и работало и очень хорошо себя чувствовало. Но, опять же, если от этого отказались, значит, имеется какая-то, скорее всего, экономическая причина. я, конечно, не разбираюсь в гусеничной технике, но Б10МБ Челябинск выглядит, конечно, круто. Грязный, мощный, желтый челябинский. Эстетика. Конечно, не каждый день удается оказаться в настолько рабочем предприятии, но сами посудите. Новые коробки АТУ-20, новые. Я такие вообще первый раз в жизни вижу. Очень круто. Конечно, ботинки сейчас скажут хана, но оно того стоит. Ребят, эмоции. АТУ-20, 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 все так же, как и в 2016 году. Здесь была первая более-менее дальняя поездка на Пионерке. И вот она снова здесь. Уже начинает смеркаться, поэтому я оставил за кадром момент разгрузки. Кому интересно, как говорится, почекайте другие видео про поездки на узкоколейке. Там эта тема показана детально. Ну, что сказать? Линия накат небольшой, но есть. Используется она крайне редко, чуть ли не раз в год. Сейчас движения нет, потому что там какие-то проблемы с погрузчиком. В общем, туда на завод, туда на поля. Причем, туда на ближние поля. Мы сейчас проедем через деревню, а, в общем, сами все увидите. А туда раньше шла магистраль, что-то там в районе 30 километров до мест добычи торфа, до полей, до карт, откуда собирали полезное сырье и грузили его потом на вагоны. А саму тур в предприятии где-то здесь. Что ж, давайте не будем тратить ни минуты, ставим дрезину на рельсы и поедем сначала на поле, а уже потом в сторону предприятия. Ну что, вот мы и на рельсах. По доброй традиции начинаем записывать трек нашей поездки. Буферный прожектор светит. Ну, с Богом! Баааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Отдельное удовольствие это проезжать Прямо по населенному пункту Красотеньушка По бокам заборы Чьи-то гаражи И тут узкоколейка Будь здесь в состоянии Ну более-менее Субтитры подогнал «Симон» А здесь пилорама Там, кстати, тоже есть маленький участок 750 мм Так, а сейчас я его вам покажу Тут даже далеко идти не надо Кстати, пилорама рабочая Посмотрите Сейчас происходит распиловка Его на пилки Выпадает Так, значит, я вам что-то говорил Про колею, железную дорогу Вон там рельсы, видите? Вон они Собственно, используются для того, чтобы подавать Материал на пилу Там просто маленькая тележка И на этом все Так, ну а мы продолжаем Кстати, я сделал интересную модернизацию Теперь вперед это тормоз А назад это газ Почему? В случае схода с рельс Когда колесо проваливается между шпалами Дрезина встает колом А тушка продолжает лететь Чтобы жопой на тормоз нажать Чтобы он потом Не наехал Всем своим весом Дрезина на нас Дрезина на нас Туда шла прямая ветка На станцию Пилева Там был перегруз на широкую колею Сейчас так смеркается Я думаю, уже завтра Доедем и по светлу посмотрим На остатки былого великолепия А сейчас мы с вами сворачиваем в лес Очень красивый березняк Конечно, здесь мы вряд ли что-то встретим Но это как уровень рефлекса, что ли Кривая, плохая видимость Подает звуковой сигнал Путь, кстати, в состоянии Очень даже неплохом Такое ощущение, как будто его участками ремонтировали Очень даже неплохо Ну, поскольку мы с вами едем недалеко Я не стал вот этот намордник вешать Я надеюсь, не успею замерзнуть Вот тоже такой, как мягкий выброс пути Колея сползает немножко в сторону Колбасит тут, конечно, хорошо Да, кстати, ребята У нас с вами действительно все в лучших традициях Как я говорил Когда от прожектора свет уже заметен На пути Надо как бы по-хорошему уже Возвращаться, подъезжать К конечной точке маршрута Ну, грубо говоря, к машине А мы вот только стартуем Ну, к сожалению, здесь Сама узкоколейка не такая длинная Какая она была раньше Мы сейчас с вами уже почти доехали до полей Там сколько ехать Сложно ответить, затрудняюсь В 16-м году мы доезжали до туда И конечная точка Была бурьян травы Лютый бурьян, что даже Полноприводная дрезина Ну, просто уже на месте боксовала Мы ездили, по-моему, втроем Или вдвоем Не помню уже точно Но суть в том, что Не, по-моему, втроем То, что три взрослых туловища И она все равно уже на траве Там так держится, что Все, приехали Вот этих канав не было Это уже копали Не так давно Там какая-то вышка вдали виднеется Дальше 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 Субтитры сделал DimaTorzok Так, путевое развитие. Стрелка номер 1. Собственно, Торов, друзья. А путь все еще идет параллельно. Да, то же самое, как и на узкоколейке Солочинского предприятия в былые годы. Один разъезд, вагоны под погрузку, их загружают, груженые забрали, привезли порожнее. И так это все и делается. Так, давайте с вами на торф посмотрим. Вот такая куча огромного черного торфа. Правильно сделал, что сапоги надел. Тут, конечно, все это как-то вот так вот. Мягкий такой. Черное золото. Запах такой еще специфический. Очень необычно. Конечно, кто в торфяной отрасли какое-то время уже проработал, ну или имел дело с торфом, наверное, сейчас улыбаются, но никогда не использовал торф, ничего им не топил. Да вот так вот, кучу вот так свежего торфа я сейчас впервые вижу. То, что мы раньше ездили, мы смотрели уже на выработанные карты, на выработанные поля. Мы с вами уже видели, по сути, осушенное поле и все, со следами работы. А что прям вот так вот? Необычно. Кажется, в шестнадцатом мы даже дальше проехали. Что интересно, стрелка сделана не по маршруту. Так ладно, давайте перекинем. Главное, вернем потом на место. Как все просто. Интересно, докуда физически просто рельсы лежат. Ну, считайте, это профдеформацией. Ну, а здесь, да, повторение 2016-го. Как-то так мы и ехали. Видите рельсы? И я не вижу. А они есть. Такое ощущение, как будто они вот именно по этому ракезу идут. Все. Вот она, конечная точка. Ну, не зря я не одевался тепло, потому что замерзнуть здесь, это надо успеть. Ну, соответственно, что сказать, ребят? Вот, сократили, сократили узкоколеечку. Она тянулась дальше. Совершенно определенно точно. Вон тут уже шпала. Вот видите? Есть ли там рельсы? По-моему, нет. Да, такое ощущение, что дальше разобрали. И либо сдали, либо как запасные материалы хранят остатки путей. Она там где-то нашла рельсы. Вот они. Надо бы сейчас как-то вперёд управлять. Где-то она ещё по рельсам. Давай-давай-давай-давай. Пройди её от рыба. Да, послипывает. Да, послипывает. Да, послипывает. Ладно, поехали тогда в сторону торфопредприятия. Чуть не забыл. Мы проехали всего 2.40. Совсем чуть-чуть. Братцы всё по-честному стрелку вернул на место. Надо будет красные купить вместо этих жёлтых. Ладно, едем дальше. Пока, торф. Не поминай лихо. Да, я понимаю, что повторяюсь, но, ребят, вы оцените колорит. Деревня. Русская колейка. Прекрасное сочетание. Блин, душа радуется, господа. Рельс как будто и не видать. Судя по запуску, кто-то корову держит. Если там был березняк, то здесь, смотрите, как он посолил я. Судя по запуску, кто-то корову держит. Судя по запуску, кто-то корову держит. Разгрузки. Теперь едем в сторону торфопредприятия. Очень красиво. Рельсы во мху. Спал не видать. Очень надеюсь, что камера вам вообще показывает изображение. Все-таки, к сожалению, уже сумерки. Но не получилось успеть раньше. Гнал как поп, господа. Рельсы во мху. 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 Так, собственно, эта стрелка ведет на само торф-предприятие. Соответственно, мы ее сейчас перекидываем и проедем, посмотрим, куда ведут рельсы. Да, прожектор я еще назад не восстановил. Ладно, едем. Раньше ветка тянулась на 30 с гаком километров, а здесь еще стояли классные вагоны пассажирские, пожарный поезд. Насчет путевкладчика не помню, брать не буду. Собственно, здесь уже не ездят. Ну и мы с вами поедем поаккуратнее. Уж как-то, знаете, не охота сваливаться. Да, когда-то это было только началом. Видите, просека. Туда раньше шла эта дорога. Поля. Карта залита водой. Грязища. Красота. Ох, как же жалко. Потому что сейчас так мало осталось здесь такого счастья узкоколейного. Пустые. Ох, как же жалко. Ох, как же жалко. Корорnde. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Получится посмотреть, что там. А там стоят вагоны. А там и СУ. Так, ребят. Волшебным, но немного запрещенным способом мы попали сюда. Новые шпалы и гигантские запасы торфа. Вагоны обычной ТСВ. Вот в них дно это откидывается. Такие же, похоже, были и в Солочинском торфпредприятии. Раз, два, три, четыре, пять. Приличное количество вагонов-то. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять, десять. Двенадцать вагонов, господа. Двенадцать. А вот и СУ. Двести шестьдесят семь. Я телефон не взял. Ну, понятно, что она уже никакая. Собственно, почему она? Электростанция, вон, двигатель. А это генератор, который питает все, что необходимо запитать. Красиво, конечно, раньше шрифты были с тенью. Двести шестьдесят семь. Ну, да. Ничего здесь уже нет. Кстати, краны остались. Что интересно. Ну, а так все. Ладно, братцы. Предлагаю отсюда потихонечку сматываться. Так, да, даже вечером предприятие работает. Торфа, конечно, тут просто куча. Там какой-то абандон прямо по курсу. Ну, и вышка для связи. Может, какая-то котельня была. Ладно, братцы, пора выбираться. Хочу хотя бы пару слов рассказать про торфопредприятие и узкоколейку. Дата основания как предприятия, так и поселка Болонь – 1952 год. На тот момент вблизи будущего поселка имелась действующая станция Пилева узкоколейной железной дороги Тумская-Рязань. Первые линии узкоколейной железной дороги связали поселок Болонь с торфомассивами. В 1976 году рядом со станцией Пилева узкоколейной железной дороги была открыта станция Пилева широкой колеи, относящаяся к московской железной дороге. В двух километрах южнее была построена перегрузочная станция, получившая название Мещера. Эти станции мы посмотрим в следующей серии. После 2000 года была построена новая линия, ведущая от поселка Болонь на север, на торфомассив. Максимальная длина узкоколейки мещерского торфопредприятия составила 46 километров. Из подвижного состава имелись тепловозы Ту-4, Ту-6А, электростанции СУ-2А, а также снегочистители, автодрезины и путиукладчик. Отдельно хочется остановиться на работающем тепловозе Ту-4-22-64. На его капоте установлена интересная конструкция. Служит она для гашения искр из выхлопной трубы. Все-таки легковоспламеняющееся топливо возит. В конце 2008 года прекратилась поставка торфа мещерским торфопредприятиям в адрес Шатурской ГРЭС и перегрузка торфа с узкой колеи на широкую. Объем добычи торфа мещерским торфопредприятиям сократился во много раз. Были разобраны пути южной ветки, и от дороги остался совсем небольшой кусок, который мы с вами и проехали. На 2022 год вывозка торфа производилась всего одну неделю за целый год. Из разряда классика жанра. Недавно менял ручной стартер. Угадайте, почему я толкаю дрезину рукой. Кстати, не было еще у нас пока ремонтов под светом фонарика. Ну, на самом деле повезло. Благо здесь пешком ее так можно толкать вообще без проблем. Но сам факт, а если бы это была Лойга, а если бы это была Лапаевская, где-нибудь в Калаче, между Калачом и Самкино. Ну, как говорится, любишь на дрезине кататься, две ее и толкать. Чертовка сама исцелилась. Даже не пришлось снимать ручной стартер. Он просто нашел зацеп. Не, понятно, что узел все равно на переборку. Но как-то странно это. Ладно, поехали паковаться, собираться. Лапаевская Лапаевская Так, теперь давайте посмотрим, сколько у нас с вами получилось пройденного расстояния. Потому что я, честно говоря, хочу проехаться еще раз, а погрешность надо бы убрать. 6,88 Делим на 2, получаем длину дороги. Ну, как говорится, знаете, мелочь, а приятно. История Хе-хе-хе-хе Коровы запахло Коровы запахло Коровы запахло